Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на нашем канале группы компании Вариус. Одной из самых распространенных фрезерных операций является обработка плоскостей на проход. Популярна как на станках ЧПУ, так и на универсальном оборудовании при обработке приволочных поверхностей и облицовке заготовки. На этой операции используются торцевые фрезы большого диаметра в углом плане 45 градусов. Угол, отличный от 90 градусов, позволяет использовать инструмент с многогранными пластинами. Итак, это торцевые фрезы серии ЧС-12мил с шестигранными двусторонними пластинами с 12-ю режущими кромками для обработки стали и чугунов. Двусторонние пластины позволяют существенно экономить на инструменте, так как имеют удвоенное количество режущих кромок. Но есть и другая сторона медали, негативная. В связи с отсутствием заднего угла на пластине, пластины устанавливаются с негативным передним углом, из-за которого значительно возрастают нагрузки в процессе фрезеровать, что влечет за собой появление вибраций и снижение производительности при нестабильной системе СПИД. Пластины из серии ЧС-12мил имеют уникальную изогнутую форму, которая в свою очередь обеспечивает возможность расположения режущей кромки положительным передним углом на корпусе фрезы, что положительно влияет на мягкое срезание и повышение производительности в сравнении с аналогичными решениями других производителей. В зависимости от глубины резания за один проход различают два габарита пластин 10 и 6, при этом максимальная глубина составляет 5 и 3 мм соответственно. В зависимости от обрабатывания материала существуют три основные геометрии пластин. М для общего применения сталь-чугун, геометрия ММ более острая геометрия для обработки чугунов, HR для черновой нагруженной обработки, например для литья плохого качества и прерывистого резания. Давайте с вами рассмотрим пример внедрения данного решения и первый случай это обработка деталей плита. Деталь обрабатывалась на станке Дусан модели ДНМ 5700. Заготовка представляла собой лис из углеродистой стали 45 с толщиной 50 мм. Одной из задач была обработка верхней плоскости. Для этой операции использовалась торцевая фреза диаметром 50 мм с пластинами 6 габарита. На виде мы можем видеть обработку на следующих режимах. Скорость срезания 220 мм в минуту, подача 0,15 мм назад. При этом глубина резания составляла 2 мм, а ширина фрезерования 30 мм. В другом случае для аналогичной операции использовали торцевую фрезу уже диаметром 63 мм с пластинами 10 габарита. На виде мы можем наблюдать обработку плиты из низкоуглеродистой стали 3. В этом случае удалось увеличить производительность на 63% в сравнении с существующим инструментом и снизить затраты на инструмент за счет количества режущих кромок. 4 кромки против 12 в нашем случае. Эта линейка торцевых фрез набирает популярность и на старом универсальном оборудовании. И вот одно из подтверждений. Терновое фрезерование заготовки из высоколегированной инструментальной стали со всех сторон на универсальном фрезерном станке модели 6М127 торцевой фрезой диаметром 125 мм с пластиной 10 габарита взамен инструмента с соответственной пятигранкой. Режимы резания следующие. Обороты шпинделя 400 оборот в минуту, подача стола 400 мм в минуту, глубина фрезерования составляла 3 мм. Если по это тоже, то область применения линейки инструмента через 12 мм следующая. Первое. Отличная альтернатива торцевым фрезам с ножами и пятигранными пластинами. Второе. Обработка торцевыми фрезами с пластинами 6 габарита на обрабатывающих центрах с 40 конусом. Третье. Лучшее решение для плоскостей при обработке стали и чугунов без образования уступа 90 градусов. В следующем видео мы поговорим с вами также об инструментальном решении для фрезерования плоскостей. Но это решение предназначено для снижения нагрузок и вибраций, которая отлично подойдет при обработке нежесткой системы СПИД. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ГК Вариус, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!